НАТО утвердил свою новую миссию в Афганистане. С 1 января войска Альянса прекращают непосредственное участие в боевых операциях. В задачи БЛОК войдут консультирование, инструктаж и помощь в организации армейского управления. Талгат Мангельдин продолжит. На встрече министров иностранных дел в Брюсселе назначили дату начала новой миссии – 1 января 2015 года. На следующий день после вывода из страны основных сил НАТО. В стране останутся 12 тысяч инструкторов и советников, и их деятельность не будет связана с выполнением боевых задач. Миссия получила название «Решительная поддержка». В рамках миссии «Решительная поддержка» будет проводиться обучение, консультирование и оказание помощи силам национальной безопасности и военным. Нам важно закрепить тот результат, которого мы уже достигли. На встрече также присутствовал президент Афганистана. Но он выразил благодарность за содействие и старался убедить присутствующих, что его правительство имеет четкий план реформ. Мы хотим, чтобы европейцы, североамериканцы и остальные члены Альянса, оказывающие нам столь щедрую поддержку, поняли, что наше правительство решительно настроено провести существенные реформы в стране. Мы хотим быть хозяевами своей судьбы. Хотим быть уверены, что мы во главе масштабных преобразований внутри страны. И что взятый нами в последние месяцы темп сохранит свою динамику. Что касается афганских сил, то с Нового года в операциях против боевиков будут участвовать только национальные силы обороны. Советники НАТО будут заниматься их обучением, а также помогать в организации и управлении армейской деятельности. Помимо этого, Альянс продолжит финансировать афганскую национальную армию. На данный момент она насчитывает 350 тысяч военнослужащих. Она контролирует большую часть страны и имеет прочные позиции в 34 центрах провинции. Тем не менее, обстановка в стране по-прежнему остается напряженной.